всем привет девочки кто говорил что после вот этих сережек понадобится понадобится что-то какое-то украшение еще понадобилось подружка для которой делала эти серьги захотела хотя у нее есть я это делала ей в комплект украшению которое у нее уже есть но она захотела еще то украшение в тибетском стиле которое я делала пробное вам и показывала вот это украшение тут хвост чей-то тень бросает чей-то хвост тут ужас вот это украшение ей захотелось тоже но я объяснила что сейчас я уберу источник тени из кадра сам убрался я объяснила что не подходит ни по цвету не материалов не по цвету фурнитуры в общем мы подумали и я решила что я буду делать украшение для вот этих сережек что-нибудь им в пару и для этого такое же подружка ее зовут алла она хотела именно в таком стиле украшения вот я кому-то в комментариях писала что почему-то во франции очень женщины очень как бы расположены таким украшением я не знаю чем это связано но с чем-то связано подружка как раз живет в париже и она вот именно это украшение захотеть такого типа украшения захотела конечно точно такое же я делать не буду не потому что я не хочу его не жалко его повторить для подружки во первых у меня нету такого сеттинга серебряного цвета во вторых ну а почему бы не экспериментировать это же не 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 догма что обязательно все должно быть вот таким вот она может быть очень разным и для будущего кулона я взяла во первых проволоку другой толщины вот такая алюминиевая проволока она толстая 10 миллиметра 2 наверно или полтора точно но вот это между полтора и двумя миллиметрами и и толщина я ее покупала на алиэкспресс очень давно куда два или три назад и такой громадный рулон она лежит нет ну как лежит потихонечку используется там очень много было на распродаже купила громадный моток этого это алюминиевой проволоки что мне в этой алюминиевой проволоки нравится возможно вы тоже этим заинтересуетесь она плющится очень хорошо и вот я уже это было два одинаковых отрезка вот посмотрите разницу этот уже расплющен этот первоначально которая взяла посмотрите во первых насколько он удлинился это свойство этой проволоки может кому-то интересно и естественно толще здесь уже два где-то два с половиной получилось миллиметра по ширине это будет точно также оплетаться как я показывала уже технику ты на этих сережках вот на этом кулоне это будет тоже техника я уже не останавливаюсь начинаю работу вот я закончила заготовку она стандартная во всех трех украшениях здесь вот это вот этот ромб здесь это вот этот ну и вот этот будет сейчас для подвески следующий ее я буду делать в двух как бы таких вот стилях первое при помощи вот этого солнышко я буду делать египетскую сторону подвески при помощи вот этого цветочка ромбика я буду делать таком восточном стиле египетскую мне поможет формировать перламутр такой форме треугольничков а восточную вот такие вот металлические треугольнички и вперед к результату а еще мне есть такие четыре подвесочки это называется рукава тимы и восточной символике это такой оберег от сглаза это эмаль такая красная попутно я рассказываю что это за такая штука в двух я немножко подскажу как я буду использовать в этом украшении я уже просверлила по дырочки внизу это пробные дырочки будут дырочки еще и много некоторые будут не сквозные ну а вот то ради чего сверлились эти дырочки из двух подвесочек я сделала два таких коннектора и вставила кабошончики для всего этого нужны были дырочки как для того чтобы можно было использовать эту подвеску как соединитель и для того чтобы кабошончики держались крепче сверлились такие углубления базов которые вклеивались кабошончики ну и собственно дырочки для отверстия для того чтобы соединительные колечки в них вставлять кстати работы находится кулон это одна его сторона незаконченная пока еще еще будет вторая сторона которая будет отличаться как я обещала этот таком будет восточном стиле следующим шагом у меня будет оформить вторую сторону этого кулона я ее покажу уже вам готовом украшении давайте уже посмотрим с вами что у меня получилось а вот украшение готова это его египетская сторона и сейчас она надета с таким длинным платьем в пол здесь есть один эффект который на манекене не виден поэтому я сейчас покажу это касается вот этих боковых частей сейчас я покажу его на столе смотрите как интересно выкладываются эти треугольнички вот такое вот шикарное обрамление получается шеи украшение могут сами сережки ради которых делалось это украшение я думаю что они сделаны примерно в одном стиле и вполне подходит друг другу очень мне нравятся вот эти боковые части очень если определять стиль но я для себя его определила как египетский может вы как-то по-другому определите в каком стиле получилось это украшение его обратная сторона вот обратная сторона тут заиграли уже совсем другие оттенки и вот этот коралловый цвет он уже является как бы цветовым таким пятном но даже при том что он доминирует это все-таки не основной цвет для меня основной цвет вот эти голубые вставочки разные и хорошо видно в жизни они хорошо перекликаются с синей тканью хотя в данном случае блузка очень яркая и она перебивает немножко для объектива перебивает эти голубые оттенки возможно стоило бы взять менее яркую блузку подружка также заберет еще два украшения которые я сделала для нее давно одно и даже успела переделать вы их уже видали я напомню сейчас какие украшения для нее делала я вам уже показывала это украшение поэтому не буду долго на нем останавливаться если вы помните было такое украшение подружка передала вот этот кулон он был на веревочке как обычно бывают все кулоны из венецианского стекла я к нему приделала более симпатичную основу и еще одно украшение которое уезжает в париж это вот эти янтарные бусы я их сделала значительно длиннее чем они были в первом варианте который я показывала вам добавила вот такие вот веселечки мне захотелось это украшение удлинить я уже не показываю его с летней одежды это все таки не летние такой вот вариант это по моим ощущениям уже более сезонные бусы они были сделаны это была просьба подружки сделать их в таком этническом стиле вот такие вот сегодня украшения были новые старые а мы увидимся в следующем видео пока пока я пока он 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 его Продолжение следует...